Новости культуры. Областной историко-краеведческий музей провел день открытых дверей. Такая традиция соблюдается в 150 странах мира. Население приглашает бесплатно посетить музей. Цель – привить любовь и интерес к своей истории. Музей – это достояние каждой страны. Поэтому, когда враги пытались разрушить государство и его историю, то в первую очередь уничтожали музеи. Областной музей хранит богатую историю нашего края. Это 55,5 тысяч экспонатов. Ведь нередко музей называют визитной карточкой региона. В этот день в музей пришла и гостья из Москвы – профессор экономического университета имени Плехканова Наталья Фоминых. Она сама впервые в Казларде, но отец когда-то работал летчиком-испытателем в Айконуре. Впечатление самое замечательное. Я пребываю в сказке Востока. Мне очень нравится ваша любовь и трепетное отношение к вашей истории. Я посетила выставку первого президента Республики Казахстан. И не может не впечатлять величие этого человека и то почтение, с которым относятся все от мала до велика в этом городе. Я хочу подчеркнуть особенность моего визита сюда. Мой папа Чернов Юрий Васильевич – летчик-испытатель, который прослужил всю жизнь в Айконуре, запускал всех космонавтов, встречал их из полета. Поэтому, конечно, я пообещала папе, который сейчас живет в Российской Федерации, в городе Севастополе, в Крыму, посетить Айконур и привезти ему свежие фотографии с места его службы. Программа «Дня открытых дверей» была насыщена. Концерт, тематический обзор на экскурсии, историко-познавательный урок о Ельбасе. В этом музее мне нравится комната под названием «Историческая комната». В этой комнате я узнаю свою историю, как проживали мои предки в этом месте. Этот год для музея юбилейный – 80 лет. За эти годы проведена большая следовательская и просветительская работа. Из года в год музейный фонд увеличивается и пополняется новыми экспонатами. Одними из самых ценных экспонатов нашего музея считается джунгарский шлем 17-18 века. Ежегодно реализуется множество культурных мероприятий и проектов, такие как «Сакрал Тур», «Вилаж Лайф», «Бр Жадгер». Также совместно с Туркестанским областным этнографическим музеем была организована передвижная выставка, где были представлены редкие экспонаты, книги и рукописи. Среди крупных проектов на этот год – организация в рамках Года молодежи – симпозиумы молодых художников. На мероприятие будут приглашены художники из России, Кыргызстана, Таджикистана. Айгерим Туриман и Саша Арифа Туриханко Жахметов, телеканал Казларда.